Волкодавы это крупная порода собак, которых используют для охоты или охраны пастбищ овец. И в этом выпуске я вам расскажу о пяти породах собак, которые способны убить волка при равной схватке. Гампер или армянский волкодав. Это конечно же в первую очередь рабочая собака. Это не пастух, а скорее всего охранник и спасатель. И даже бойцовской можно назвать. Главной задачей использования этой собаки охранять стадо овец, преимущественно от волков. Это порода, которая в одиночку легко справится с волком в одиночной битве. Они темпераментны, бесстрашны и выносливы, но в то же время прекрасно ладят с человеком. Гампер считает разновидности овчаркой армянской породы, но он ближе к кратству, догу и мастиву. Это очень крупная собака и в высоту могут достигать до 80 сантиметров и также весить до 85 килограмм. Гампер очень предан человеку, но он не будет прогибаться под человеком. У него особые достоинства. В этом случае собака с человеком больше напоминает дружбу, чем службу. Также не рекомендуется держать эту собаку в квартире. Оптимальное условие для проживания этой собаки будет конечно же частный дом с большим двором. И к сожалению эти собаки живут недолго, всего лишь лет 10. Ирландский волкодав. Очень крупная порода собак, в котором отлично сочетается мощь, любовь и преданность своему хозяину. Это крупно борзая, жесткошерстная собака. Первая встреча с такой собакой вас просто обворожит. Ее особые размеры вас будут просто впечатлять. Но не стоит их бояться, они вполне дружелюбные собаки. В древние времена, кроме охоты на волков, этих собак использовали на таких животных, как медведь, лось, ну и тому подобные крупных животных. Также этих собак использовали военные при нападении, к примеру, на лошадь, чтобы свалить своего противника. Рост кобелей этой собаки до 75 сантиметров в холке. А вес составляет до 55 килограмм. Ирландский волкодав считается одной и самой преданной собакой к человеку. Так как бывали многие случаи при разлучении собаки со своим хозяином, собака погибала от тоски. Кавказская овчарка. Это порода собак, происхождением которой явно является Кавказ. По характеру эта собака вполне спокойная и дружелюбная. Но только до тех пор, пока ей не угрожает опасность. Кавказская овчарка крайне не доверяет незнакомым людям. Вот из-за этого темперамента ее большинство любят как собаку в качестве охраны. Призвание этой собаки защищать стадо овец от волков. Эти собаки очень бдительные. Они очень мощны и злобны в отношении волков. Так как способны завалить волка, не издавая даже лая. Просто молча. При жесткой схватке с волком остается всегда победителем. Смелый и бесстрашный характер может проявляться даже у маленького щенка. Некоторые заводчики при выборе щенка рекомендуют громко хлопнуть. При этом проследить за его реакцией. Настоящий кавказец либо заинтересуется этим хлопотом, либо останется нейтральным. Но никак не должен испугаться. Русская псовая борздая. Это порода охотничьих собак, которая прежде всего скоростная и быстрая. А еще очень умная и бесстрашная. Способная сразиться с волком. Так как это самый опасный и грозный противник. Эта порода специально выведена для скорости, чтобы легко догонять дичь. Она способна разогнаться до 100 км в час. Борзую можно назвать также двуличной собакой. Так как она спокойная и ласковая дома, но когда ее выводишь в поле, при виде добычи она проявляет невероятную агрессию. И будет бежать за ней, пока не догонит. В этом случае инстинкт охотника на первом месте. Но при всей своей быстроте, она погонится за тем животным, которое медленнее всего или раненое. Алабай. Средняя азиатская овчарка. Это древняя порода собак из среднеазиатского региона. Которая за более тысячелетнюю историю укрепила свой характер. Проявила в себе такие смелые задатки, за которые ее можно назвать смело волкодавом. Волк это главный враг и цель, которую она преследует в многовековой своей истории. Также Алабая брали на охоту быков и медведей. Можно при этом сделать выводы, что Алабай очень сильная и смелая собака. Также она спокойна и уверена в своих силах. И отсутствие излишней агрессии. Вот главные черты этой породы собаки. При этой гордости собаки требуется приложить немало усилий, чтобы они начали уважать своего хозяина. Только когда пес почувствует, что перед ним истинный лидер, только тогда станет ему подчиняться. Ну а какие вы больше всего любите породы собак, напишите в комментариях.